Продолжение следует... Гость сегодняшней программы «На чистоту» Нурбануса Табалдиева, руководитель отдела развития коммунального хозяйства Управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области. Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире телеканал ТДК-42. Как всегда в это время, в четверг в 19.00 программа «На чистоту», которую сегодня проведу я, Роман Копняев. В нашей программе мы поднимаем те или иные проблемы, которые волнуют наше общество. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела развития коммунального хозяйства Управления энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области Нурбану Сатыбалдиева. Нурбану Кожимуна, мы все привыкли, что в наших домах тепло, светло, но немногие понимают, какая за этим стоит огромная работа. Вот сейчас отопительный сезон в самом разгаре, хотя на дворе февраль, но зима не сдает своей позиции. Скажите, как проходит отопительный сезон согласно все-таки ожиданиям или какие-то проблемы все-таки в этом году? Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, дорогие телезрители. В текущем году, то есть на отопительном сезоне 16-17 годов, то есть наш отопительный сезон начался с 23 сентября 2016 года. Согласно постановлению Акимата города Уральска, был принят приказ ООО «Теплоэнерго» о подключении социальных объектов с 23 сентября 2016 года. Соответственно, с 12 октября 2016 года было начато подключение жилых домов города Уральска. На сегодняшний день жилые дома города Уральска обеспечены бесперебойным теплоснабжением, проблем нет. Все технологические нарушения устраняются в нормативные сроки. В резервном запасе АО «ЖАИК Теплоэнерго» имеется 2725 тонн мазута. АО «ЖАИК Теплоэнерго» в 2016-2017 годах на подготовку отопительного сезона направлены средства более 200 миллионов тенге. Из них 8,4 километра отремонтированы. Это текущие капитальные ремонты. На сегодняшний день на балансе имеется 19 котельных в АО «ЖАИК Теплоэнерго», 5 энергетические, 6 водогрейные, 1 газотурбинная установка, 3 паровые турбины, 1 газотурбинная установка «ЖАИК Теплоэнерго», которые на сегодняшний день тоже в работе. Сегодня мы будем много, конечно, говорить об АО «ЖАИК Теплоэнерго». Все-таки это предприятие как раз и обеспечивает нас теплом. И, наверное, стоит спросить, были ли какие-то технологические нарушения, аварии, которые оставляли людей без теплоснабжения на достаточно длительные сроки? Да, имели место технологические нарушения, которые 24 ноября 2016 года и 29 ноября 2016 года произошло технологическое нарушение на тепловой магистрали номер 7, в которой остались жилые дома и социальные объекты без теплоснабжения. Но силами АО «ЖАИК Теплоэнерго» ремонтная бригада и техника все были задействованы для ликвидации данных технологических нарушений. Данное технологическое нарушение в тот же день устранено, то есть в нормативные сроки. По тепломагистрали номер 7 нужно отметить, что на сегодняшний день разработана проектно-сметанная документация, имеется положительное заключение государственной экспертизы. На данный момент рассматривается вопрос выделения средств Национального фонда порядка 707 миллионов тенге на реконструкцию данного объекта. Знаете, вот что интересно, вы говорите, что это происшествие случилось 27 ноября, то есть прошло уже почти три месяца, и морозы, как мы видим, не ослабевают. То есть получается, эта зима очень суровая, и, наверное, и расход газа, и людских ресурсов, наверное, увеличивается, как вы считаете? Да, соответственно, увеличивается расход газа, но сейчас на данный момент идет как бы погашение задолженности за газ, а уже их теплоэнерго, сейчас порядка осталось 700 миллионов тенге задолженности за потребленный газ перед Костранско-Займаком. Это порядка 300 миллионов тенге, это декабрьское потребление, 400 миллионов тенге январское потребление. Согласно, есть утвержденный план-график между АО «ЖАИК Теплоэнерго» и Костранско-Займак. В январе текущего года оплачено 258 миллионов тенге за погашение данного долга. В феврале планируется оплата АО «ЖАИК Теплоэнерго» 550 миллионов тенге. На сегодняшний день оплачено 362 миллиона тенге. Также в марте мы ожидаем оплату за счет собственных средств АО «ЖАИК Теплоэнерго» 550 миллионов тенге. Как бы погашение идет. Хочется напомнить нашим телезрителям, что программа «На чистоту» идет в прямом эфире. И поэтому мы призываем вас активнее задавать вопросы. Не думайте, что эта тема вас не касается. Всем хочется, чтобы дома было тепло и светло. И поэтому вы напрямую можете задавать вопросы руководителям отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Давайте все-таки продолжим. Программа «Нурлыжол» действует уже, если мне не изменяет память, около трех лет. И именно благодаря государственным средствам, кредитным, они возвращаются после. Идет реконструкция, модернизация тепловых сетей, электросетей. На этот год есть ли планы, чего ждать? Да, вы правы. С 2015 года указом президента Республики Казахстана Шултана Абишевича Назарбаева принята государственная программа инфраструктурного развития «Нурлыжол» на 2015-2019 годы. В 2015 году в рамках данной программы реализовано семь проектов. Это пять проектов по городу Уральск и два проекта по городу Аксай. Все данные проекты в свое время завершены, данные в эксплуатацию. Эта общая сумма была предусмотрена 2,6 миллиарда тенге. Все средства освоены. По экономии средств возвращены в республиканский бюджет. Также в 2016 году данная программа была продолжена. В рамках данной программы предусмотрена реконструкция сетей теплооснабжения, водоснабжения и водоотведения. В прошлом году выделено с Национального фонда 2,5 миллиарда тенге на реализацию 10 проектов. Девять проектов на сегодняшний день завершены. Это семь проектов по водоснабжению и водоотведению. Два проекта по тепловым сетям реконструкции. И один проект по городу Аксай реконструкция Бестовского водозабора. Данный проект по городу Аксай является переходящим объектом. Согласно проектной смертной документации предусмотрена реализация 12 месяцев. То есть мы в этом году, в октябре, ожидается завершение данного проекта. Вот семь проектов, о которых я говорила. Там в рамках семи проектов было реконструировано. 9,7 километра сетей водоснабжения и водоотведения. 4 километра сетей водоотведения. 9,7 километра водоснабжения. И тепловые сети по городу Уральск 1,4 километра. Это два проекта ТМ7 и ТМ8. И по городу Аксай 2,7 километра уже проложены. Позвольте, я вас немножко прерву. О планах на этот год мы продолжим дальше. Примем один телефонный звонок от наших телезрителей. Пожалуйста, задавайте вопросы в прямом эфире программы «Чистоту». Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. А что, здравствуйте? Да, вот такой вопрос прозвучит в вашей передаче. Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что вы, вот я вот немножко пропустил, что кто вы сама, и ваше имя и отчество. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, задавайте вопрос, не тяните время. Извините, пожалуйста. Я бы хотел осознать, вот сколько вот именно, да, да, я задаю его вопрос. Сколько ваше начальство? Да, вот человек не смог сформулировать свой вопрос, сколько ваше начальство. Но, наверное, я позволю себе дальше продолжить. Долги ЖАЭК Теплоэнерго – это очень острый вопрос. Появилась сегодня информация, что на ОЖАЭК Теплоэнерго опять подали в суд. Часть имущества арестована. Скажите, из года в год повторяется эта проблема, а ОЖАЭК Теплоэнерго все-таки находится в коммунальной собственности и учредителем является Акимат Западно-Казахстанской области, Акимат города Уральска. Сколько терпеть же, вот это повторяется из года в год, надеять те же грабли, мы наступаем. Ну, решение данного вопроса является снижение стоимости природного газа. На данный момент в Управлении энергетики ЖКХ предложены варианты удушевления стоимости природного газа. То есть сейчас, на данный момент, согласно приказу Комитета по регулированию естественных монополий, принято с 1 января 2017 года за 1 кубический метр 16 тенге 85 тын. То есть за 1 кубой метр оплачиваем 16 тенге 85 тын. Но по нашим расчетам, как бы, есть возможность снижения на 11 тысяч тенге за 1 тысяч кубический метр. Ну, это, как бы, позволит нам своевременно погашать задолженности, и, как бы, такой проблемным вопросом, как бы, это потом не будет. Решаемо, как бы. Давайте еще послушаем наши телезрители, что их волнует, задавать свои вопросы в программе «Частоту». Добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я получила уведомление. Заник теплой энергии. У меня задолженность 10 тысяч. У меня теперь грозят, что на меня подадут в путь, начислют в путь и, ну, все эти, конечно, оттуда последствия. У меня есть право за такую сумму подавать в путь на меня. Хорошо, я передам сейчас вопрос телезрительнице. Человек имеет задолженность 10 тысяч, но она оплачивает, например, по тысяче тенге в месяц и хочет в течение всего года растянуть. Кто-то ей сказал, что если она не погасит, например, одновременно, ей на нее подадут суд. Имеет ли она право платить вот так ежемесячно? В суд подает, если у них, как бы, имеется 15-20 тысяч тенге уже за один-два месяца. Если накопляется у них за 15-20 тысяч, то уже и теплоэнергоюристы, как бы, имеют право подавать в суд. То есть вот такая сумма 15 тысяч стоит отталкиваться, что если ты перебираешь, тогда стоит ждать судебного иск. Да, конечно. Я думаю, что мы ответили. У нас есть еще телефонный звонок, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот сейчас вот вы сказали, что тариф на газ вроде бы будет снижаться. Учитывая то, что в тарифе на отопление где-то 53% газ, но что-то мы не видим, чтобы тариф на отопление для населения снижался. То есть идет, наоборот, рост. 106 было, сейчас, по-моему, 140, что ли. Почему не снижается тогда тариф на отопление для населения? Спасибо. Хочу отметить, на данный момент, вот это с 1 января 16 тенге 85 тын. Это как бы утвержденное, но она сейчас, как бы, действующая цена на газ. Я говорю, с нами предложено предложение, как бы, на 11 тенге снизится 1 кубический метр. Если будет поддержано правительством, соответствующим с Министерством энергетики, то это, как бы, будет уже... А вы предлагаете снизить тариф для и физических лиц, для юридических? Да, да, единый. Это очень, конечно, интересное предложение. Приборы учета, они не перестают волновать умы наших горожан. Всех волнуют, что приборы учета это все-таки обязательное требование. Но оплаты из месяца в месяц могут разниться. То есть, например, люди, когда устанавливали приборы учета, они думали, что будет экономия. Но вдруг выяснилось, что во время холодных месяцев зимы они платят даже больше, чем среднемесячного тарифа. Вот что можно этим людям отметить? По установке приборов учета нужно отметить, что с 2015 года было поручение самого нашего президента Нашултана Абишевича Назарбаева, что во всех городах необходима установка приборов учета тепла в многоквартирных жилых домах. На данный момент ведется такая работа АО «ЖАИК Теплонерго». АО «ЖАИК Теплонерго» за счет инвестиционной программы на 2016-2020 годы, это утвержденная программа, предусмотрены средства на установку приборов учета тепла. В 2016 году установлено 239 приборов учета тепла за счет собственных средств АО «ЖАИК Теплонерго». В 2017 году планируется установка еще 271 приборов учета. После установки уже обеспеченность составит 100%. На данный момент АО «ЖАИК Теплонерго» проводятся конкурсные работы по окончанию отопительного сезона, то есть после 15 апреля, где-то в начале мая, будет продолжена работа по установке тепловых счетчиков. По городу АКСАИ 105 жилых домов, они все стопроцентно обеспечены прибором учета тепла. Никуда от этого не уйти, то есть мы должны платить за потребленные гигакалории. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, что волнует наших телезрителей. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Я разве в прямом эфире? Да, 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 пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. А у меня такой вопрос. Вот эти тепловые счетчики, они призваны как бы экономить энергию, верно ведь? А на деле выходит так, что не экономят. Наверное, вот такой вопрос был. Ну, прибор учета как бы устанавливается, а уже и теплоэнерго, уже после установки регулировать их тепловые счетчики, уже как бы вопрос относится к представителям КСК, они должны регулировать. Уже в холодные дни, соответственно, выходит уже больше, потому что температура наружного воздуха, соответственно, ниже. Мы как бы уже и в январе, и в феврале, как бы ниже было, вы сами видите, поэтому как бы больше выходит. А в теплые дни, соответственно, ниже. Мы все-таки с вами не договорили о планах на 2017 год по программе Нурлы Жол. Где ждать, что будут траншеи, все-таки перекопанные дороги? На 2017 год в рамках государственной программы Нурлы Жол предусмотрены средства на общую сумму 2,5 миллиарда тенге. Это выделены средства в рамках национального фонда. Есть принятое постановление правительства номер 775, которое принято в декабре 2016 года. 2,5 миллиарда тенге будут направлены на реконструкцию 9 проектов. Из них 8 проектов реконструкция сетей водоснабжения. Это в сельских населенных пунктах. Сельские населенные пункты именно, хочу отметить, в районах Акжаик, Бурлин, Зеленов, Сыром. В Акжаикском районе будут проведены работы по реконструкции водопроводов сел Кабаршахты, Базаршулан и строительство водопроводов села Атамикен. В Зеленовском районе будет проведена реконструкция водопроводов Кушум и Щапова. В Сыромском районе будет проведена реконструкция водопровода села Конгар. В Бурлинском районе будет проведена работа по реконструкции сетей водопроводов сел Бурлин и Александровка. И девятый проект – это по городу Аксай, реконструкция тепловой сети 4-5 микрорайонов. Получается, это впервые так далеко в село идет программа? Да. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в программе «Частоту». Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос по теплу. У нас имеется прибор, который смотрит температуру нагреваемой батареи. Там написано, что должно быть не меньше 80%, но у нас идет 57%. Почему так мало греет? И еще я хотела, вот перерасчет, когда идут наши квитанции, перерасчет, он будет возвращаться вот это вот, думаю, или как? Да, то есть люди считают, что недотапливают, и во-вторых, перерасчет. Перерасчет ведется АО «ЖАИК Теплоэнерго» именно за период отопительного сезона 15-16 годов, в которых у некоторых жилых домах нет приборов учета. По этим данным домам АО «ЖАИК Теплоэнерго» ведутся работы по перерасчету денег. Есть прибор учета, то перерасчета не стоит ждать? Нет. У кого нет приборов учета? И вот то, что недоотапливаются дома, что можно ответить этим людям? Ну, это уже как бы нужно, сейчас все тепловые магистрали обеспечены полностью без перерасчетным теплоснабжением, никаких проблем со стороны АО «ЖАИК Теплоэнерго» нету, только нужно обратиться своим КСК. КСК или в тепловую инспекцию, в крайнем случае, я так думаю. Хорошо. Горючие смазочные материалы мы смотрим на ценники самого ходового бензина, АИ марки 92. До 140 тенге доходит. Как вы считаете, далее стоит ли ждать роста цены бензина, в связи с чем это происходит? Люди просто опасаются, что совсем недавно была стоимость бензина 125 и вдруг 140. Бензин марки АИ 92, 93, 95 и дизельное топливо как бы на сегодняшний день не регулируется государством, правительством, то есть, соответственно, министерством энергетики. Есть приказ министерства энергетики, что уже как бы на свободное плавание идет, цены не регулируются государством. Бензин марки АИ 92, 93 на сегодняшний день от 130 до 140 тенге за литр стоит. Бензин марки АИ 95 от 150 до 176 тенге за литр. Только на сегодняшний день регулируются цены на ГСМ, бензин марки АИ 80, то есть, предельная цена в АЗСах города Уральск и районах области составляет 89 тенге за литр. Ну, единственное, что радует такой ситуации, все-таки у наших ближайших соседей бензин стоит еще дороже, так что об этом не стоит забывать. Да, стоимость бензина... У нас осталась буквально минута, давайте, наверное, за вот эти 30 секунд коротких скажите, модернизация Уральской ТЭЦ, когда же ее ждать и что будет сделано? По модернизации Уральской ТЭЦ на сегодняшний день подписано предварительное соглашение 27 июня 2016 года между областным акиматом, городским акиматом, а уже и теплоэнергией, и Европейским банком реконструкции и развития. На сегодняшний день в рамках данной программы планируется модернизация Уральской ТЭЦ. Это как бы обеспечит бесперебойное снабжение тепловой энергии жителей города Уральск. Данные средства на данный момент предусмотрены за счет ЕБРР и вклад правительства РК, и за счет софинансирования областного акимата. На сегодняшний день ожидается приезд консультантов Европейского банка реконструкции и развития в конце февраля 2017 года. После консультанты будут проводить технико-экономическое исследование, а уже и теплоэнергией, это финансово-экономическая часть, будет проверена. Потом уже будет решаться вопрос. Спасибо. Это вселяет оптимизм. Все-таки нашей ТЭЦ уже более 50 лет. Я благодарю наших телезрителей за то, что они оставались с нами все это время. Благодарю руководителя отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Нурбану Сатыбалдиу за то, что она на чистоту ответила на все наши вопросы. С вами мы встретимся на следующей неделе в это же самое время. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин